Вечер, я Игорь Себрюгин, здравствуйте, и вот о чем говорим сегодня. Россия продолжает наступление под Авдеевкой, захвачены поселки Степное и Северное. Сможет ли Украина сдержать натиск? НАТО не готова посылать своих военных в Украину, но сделать это могут отдельные страны. Кто уже готов помочь Киеву? Правозащитника Олега Орлова приговорили в России к 2,5 годам колонии. Его осудили за повторную дискредитацию армии. А в Петербурге по этой же статье будут судить 18-летнюю Дарью Козыреву. Она всего лишь наклеила на памятник поэту Тарасу Шевченко плакат с отрывком его стихотворения. У нас в эфире народный артист Украины прочитает вам этот стих. Наша трансляция сейчас идет в Фейсбуке и Ютубе. Если вы смотрите нас там, то обязательно поставьте лайк, чтобы эфир увидело больше зрителей. И делать это можно в любой точке мира. Это безопасно. Россия захватила еще два поселка на Авдеевском направлении. Это Степное и Северное. Информацию подтвердил спикер объединенной группы войск Таврия Дмитрий Лыховский. Кроме того, украинский проект Deep State сообщил, что российская армия продвинулась еще в трех населенных пунктах. Волонтеры по открытым источникам отслеживают изменения линий фронта и публикуют карты боевых действий. О продвижении российских войск в районе Авдеевки также пишет Американский институт изучения войны. При этом украинский военный журналист Юрий Бутусов обвинил украинское военное руководство в том, что в районе Авдеевки за все время обороны якобы не было построено укреплений, и поэтому российская армия продолжает продвигаться вперед. Но в группировке войск ВСУ Таврия ранее заявили об усилении линии обороны на этом направлении. Там сообщили, что украинские военные, выйдя из Авдеевки и Ласточкина, закрепились на ранее подготовленных рубежах. Тем временем Сила обороны Украины сбили еще два российских истребителя Су-34 на восточном направлении. Об этом заявили в воздушных силах страны. Перед этим ВСУ сообщили, что им удалось сбить пять бомбардировщиков Су-34 и два Су-35. А 23 февраля сообщалось о том, что ВСУ сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над акваторией Азовского моря. После этого глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что у российской армии осталось шесть самолетов подобного типа. Минобороны России удары по самолетам не комментируют. Продолжим говорить про фронт. Лиман – важный форпост украинской армии. И в сводках Минобороны России его часто называют «Красный Лиман». Здесь находится крупный железнодорожный узел до передовой – около десятка километров. Военные аналитики говорят, что лиманское направление уже в ближайшее время может стать самой горячей точкой. В Лимане побывал наш корреспондент Борис Сычалко. Здравствуйте. Я наберу без очереди, то у меня машинка. Юра не спорит. Юра – человек спокойный. Я служил в этой церкви. Чудом уцелевший в Лимане церковь Юра несет воду. Нужно протереть иконы, помыть полы. Несмотря на все происходящее, церковь должна быть чистая. Давайте я возьму ось цюк. Это ведерочка, вы ось то. А фактически это вы един, кто доглядается? Да, доглядаем. Серьезно, да? Да, лады. Разъезжалась. Нет, еще лавочница у нас Люба была. С Любой мы познакомимся немного позже, во время визитов в отдельный мир города, в подземный. И Люба, и Юра из города не выезжали и не планируют. Город был в оккупации, а сейчас Лиман – важный форпост украинской армии. Она старая. Это в 1910 году строилось. И надо с Богом жить. И лучше бы жили, как бы все жили с Богом. В заповедях Божьих, что там сказано? Любим всех. Мы все братья. Все ли мы братья, об этом возле города уже второй год спорят пушки двух армий. От Лимана до передовой – около десятка километров. Расстояние вроде бы как большое, но всеместные уверяют, что Лиман – важный населенный пункт и для российской армии, и для украинской. Здесь находится крупный железнодорожный узел. И также местные уверяют, что российская армия сейчас пытается обойти Лиман с двух сторон. Аналитики рассказывают о том, что именно лиманское направление уже в ближайшее время может стать самым опасным для вооруженных сил Украины. Немо – минометчик 60-й бригады ВСУ. Ранее освобождал Херсонщину, оборонял Бахмут. Сейчас возле Лимана. Говорит, украинская армия приспособилась к новым реалиям войны. С обмеженностью БК в пять раз против начала войны, то вытрачать приходится очень опасно. Но аэророзвитка здорово, нашу работу перевела на другой уровень. Кажут, что у нас не хватает боекомплекта, нужно сказать, что мы научились обходить без этого боекомплекта. Украинским военным здесь противостоят хорошо обученные десантные подразделения российской армии. Солдаты не скрывают. Противник давит. Иногда приходится отступать, но не драматизирует. Нам доводится видеть и красноярских десантников за пять тысяч километров, если я не ошибаюсь. Почему эти люди сюда идут, чтобы в посадках они продвинулись на два километра тут за три месяца? Ну, с этими втратами, которые они завоевывают каждый километр, они когда-то закончатся. Ну, это вполне себе оборонная тактика. Такие бои не оставляют и живого метра. Ряд сел возле Лимана сравнялись с землей. И жители Лимана приготовились. Стосовно Емполивки, что я вам конкретно могу сказать, ну, таких сил мало, чтобы настолько оно было зруйновано и знищено. Ну, это просто є гуманитарная катастрофа. Людей практически немає. Именно поэтому жители Лимана не спешат покидать свои подвалы. Наоборот, теперь под землей целые квартиры. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты еще когось ведешь? Да. На прицепе. Это Люба, соседка Юры. Красиво жить не запратишь. Ничего себе. Так у вас тут квартира прямо в подвале. Чего? У меня там все спальня. Вечка микрохвилевая. Нет, микрохвилевая ось. А вот это что? Духовка. Что, серьезно? И индичку започете? Давай. Люба жизнерадостная, веселая хранительница подземного очага. У нас холодильник тут. Юра, заведи их в прачечну. Ты думаешь, у нас тут все похвеншую? Я ж тебе сказала. Банкетный зал. Банкетный зал. Тут вы ездите. Покажите спальню. Та, ходим. А, ну давайте. У вас коридор прямо такий. Так, як положено. Так тут у вас тепло. А топиться ж, а ти як думав? Что, теплеще, чем у меня в квартире в Киеве. Вот так тобі и надо. Одни ее родственники живут на востоке России, другие на западе Украины. В этом подвале Люба пережила оккупацию. Спать полягала была Украина. Утром стоем уже. Нет, вони даже ночью чуть зашли буряти. И теперь не боится повторной. Многое из нашего разговора она попросила не выдавать в эфир. Люба одинаково критична. И к российской армии, и к украинской. И, надо признать, это популярное мнение среди оставшихся местных. А новини, звідки дивитесь? Думаешь, люди эрудированы? Ты думаешь, что, как это бабе 63 года, так я не шарю. Нет, я думаю, что вы все знаете. Интернет включаем. Послушаем, что одни брешут, что другие брешут. И что? И когда закінчится все это? Здравствуйте. Здравствуйте. Я что тебе? Ванга, Джуна. Мы сегодня встали хорошо. Вечером лягли тоже хорошо. А с кем мы встанем? Может, тут вообще папуасы будут. Гадь его знает, понимаешь? У них же там, как они воюют? Два шага на лево, два шага на право. Шаг вперед и два назад. Что можно предвидеть? Ага, это моя келлия. Келлия? У Юры квартирка поменьше. Юра и говорит меньше. Кто знает, какая власть будет завтра. Тесной комнатки, говорит Юра, ему хватает. Здесь то, что помогает ему не сойти с ума в этом подвале. Иконы, молитвенник, Библия и извечный христианский принцип смирения. Ну вот молитва о благословении дома. Молюсь за всех. Господь страдал. А мы что не пострадаем? И мы пострадаем. Через страдания все приходит. Борис Сычалко, Сергей Дыкун и Андрей Устинкин. Настоящее время. Украина. О том, что происходит на фронте, обсудим прямо сейчас. С нами на связи руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Здравствуйте. Здравствуйте. А с чем лично вы связываете новую активизацию российской армии в районе Авдеевки? Почему после ее захвата оккупируют все новые и новые населенные пункты? Сегодня стало известно про поселки Степное и Северное. Ну, в принципе, это не активизация, это инерция наступления российского на этом направлении. То есть, в принципе, они по инерции выкатились за пределы Авдеевки. Собственно говоря, им дало преимущество высоты позиции, которые давали определенные преимущества с точки зрения использования артиллерии и других огневых средств поражения. И ввиду того, что близлежащие села, они находятся в отношении Авдеевки, немножко так, равнение, кстати, даже и не зенит, поэтому им удалось, в принципе, там и продвинуться. Достаточно прогнозировано. Но сейчас линия фронта тут стабилизирована, в общем-то. И дальше уже не будет настолько легко продвигаться, поскольку и российским войскам необходимо двигаться фактически без преимуществ топографических и ландшафтных. Им необходимо будет идти по равнению, а тут, в принципе, им тоже будет не очень легко продвигаться. То есть наши силы сейчас создают дополнительные оборонительные рубежи, которые как раз предусмотрены к тому, чтобы блокировать продвижение российских войск, сбивать темпы их атак и, в принципе, наносить как можно большие потери. Но в оборонительной тактике вообще и стратегии необходимо понимать, что сейчас Украина будет действовать тактикой маневренной обороны. Создаются достаточно мощные оборонительные рубежи. Они сейчас достраиваются, да, укомплектовываются. И цель действовать маневренно как раз в пределах этих рубежей, для того, чтобы рубежей обороны и блокировать продвижение российских войск, плюс, скажем, сбивать темп их продвижения и наносить как можно большие потери. В этом есть сейчас замысел украинского командования. Плюс уничтожать российскую авиацию, которая представляет угрозы с использованием управляемых авиабомб. И достаточные успехи есть в этом у украинских войск. Поэтому абсолютно нормально, когда с каких-то огневых позиций, поселков, сел, украинские войска могут отойти на другие оборонительные рубежи. Но я вам скажу, что, в принципе, дальше мы посмотрим, потому что сейчас фронт там стабилизирован. А какое вообще сейчас соотношение сил на Авдеевском направлении? Ну, я вам скажу, что украинские силы перебросили подкрепление. То есть, в принципе, достаточное количество сейчас наших военнослужащих. У нас используются дроны. Нам не хватает артиллерийских снарядов на сегодняшний день. Мин. Это то, что актуально и то, что необходимо. Преимущество определенное у российских войск есть. Истина сохраняется. То есть, у них сил больше на этом направлении. Несмотря на то, что часть они перебросили на другие направления. Несмотря на потери, которые несут. Но, в принципе, я вам скажу, с точки зрения удержания рубежей и ведения обороны, те потери, которые, скажем так, несут российские войска, если умножить их на темпы продвижения, то довольно-таки уверенно и нормально наши силы удерживают оборону. Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия сказал, что украинские военные закрепились на новых рубежах обороны на Авдеевском направлении. А это сколько километров от Авдеевки? Спражу прямо. Сколько еще сел может быть захвачено? Ну, давайте так. Есть оборонительные рубежи. Я не хочу говорить о километраже, я не хочу, скажем так, детально разглашать, где они находятся. Но они есть. Плюс, я вам скажу, не только непосредственно вблизи от Авдеевки, где в пределах нескольких километров, а и дальше. Они обустраиваются, бетонируются, создаются уже минные заграждения на определенных направлениях для того, чтобы удерживать позиции. Сколько потенциально сел может быть захвачено, тяжело сказать. Покажут только реальные боевые действия. Я допускаю, что такие еще будут, что тактические успехи у российских войск могут быть. Но я думаю, что если они захватят 3-4 села и понесут там как минимум от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч потерь, то, в принципе, это успешная оборона. Вполне нормально. То есть, это вполне нормальная тактика, когда одна сторона ведет наступление, сейчас российские войска, агрессор, ведут наступательные действия, украинские войска это сдерживают, и сдерживают до тех пор, пока фактически оборонительные рубежи позволяют это делать. А дальше возможны отходы на другие позиции. Поэтому ответить, сколько сел, на самом деле, тяжело сказать. Про оборонительные рубежи хотел бы еще вас спросить, потому что украинский военный журналист Юрий Бутусов обвинил украинское руководство в том, что в районе Авдеевки за все время обороны якобы не было построено вообще укреплений. Хотел бы у вас спросить, так все-таки они там были или нет? Что вам известно? Во-первых, Авдеевка держалась почти 5 месяцев. Если бы там не было оборонительных рубежей, у меня возникает вопрос, как это можно было сделать. Сама Авдеевка была как своего рода довольно-таки серьезно укреплена как крепость. Поэтому это давало возможность украинским защитникам там довольно длительный период времени продержаться. Что касается окрестностей Авдеевки, достаточно тяжело оборудовать позиции, когда ты стоишь в двух километрах от высот, в двух-трех километрах, противник находится фактически на более выгодной позиции относительно тебя. И в этом плане удерживать даже оборонительные позиции. Поэтому это достаточно сложно. И очевидно, что необходимо отойти на дальнейшие рубежи, которые сейчас, если каких-то, скажем так, каких-то населенных пунктов таких не было, то сейчас они довольно-таки активными темпами достраиваются и создаются. Это факт, это происходит. Поэтому сейчас я могу сказать, что это один из приоритетов украинского командования. Их два, которые обозначили, в частности, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковником Сырским. Два, скажем так, приоритета. Первое. Это оборонительные рубежи. И лично это контролируют и министр обороны, и главнокомандующие, которые объезжают фронт довольно-таки часто. И второй момент – это борьба с российской авиацией. Для того, чтобы уменьшить количество используемых, управляемых авиабомб, которые представляют, в свою очередь, угрозы тем же оборонительным рубежам. Поэтому для того, чтобы оборонительные рубежи достаточно долго стояли и могли защищать украинских военных, очень важно бороться с российской авиацией, что сейчас и происходит. И что, да, вполне успешно. Мы уже рассказывали до вашего включения в нашем эфире. Спасибо вам большое. Это был Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. Благодарю вас. Спасибо. Продолжим говорить о фронте. Тема так или иначе связана с войной. Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата сначала вручила, а потом аннулировала награду военного медика Виктора Пилипенко. А все из-за его сексуальной ориентации. Виктор – открытый гей. Военнослужащий на фронте с 2014 года. Сейчас он служит медиком в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ имени Черных Запорожцев. Награду Пилипенко получил 8 февраля. Это медаль от Патриарха Киевского Филарета за жертвенность и любовь к Украине. Вот что Виктор Пилипенко у себя на странице в Фейсбуке после награды написал. «Друзья, я искренне рад, что, исходя из того, что Патриарх Филарет сделал такой шаг и поблагодарил меня, открытого гея и активиста правозащиты, за защиту, вручил мне медаль со своей подписью и печатью. Он и возглавляемый им Киевский Патриархат кардинально изменили свою позицию относительно ЛГБТ-плюс людей и больше не считают нас греховными и причиной коронавируса». Но после публикации Пилипенко на сайте церкви появилось сообщение, в котором говорится о том, что награда аннулирована. «Мы благодарим воина Виктора Пилипенко за его военные заслуги, но не разделяем его греховные предпочтения и агитацию ЛГБТ. Сообщаем, что ввиду открытой пропаганды греховной идеологии и отрицания существования Бога, нужно считать церковную награду Виктору Пилипенко от 8 февраля 2024 года аннулированной». Ситуация вызвала резонанс участия общества, и в социальных сетях началась кампания в поддержку Пилипенко. Чаще всего пользователи пишут, что ориентация военнослужащего не должна иметь значения, так как в первую очередь речь идет о его заслугах перед Отечеством. Также некоторые пользователи призывают депутатов принять закон о гражданском партнерстве, который во многом уравнял в правах гетеро и гей-пары. Такой законопроект в Украине уже есть, но он все еще не рассмотрен. За Пилипенко начали вступаться активисты, политики и другие военные, также в знак солидарности с военнослужащим от наград церкви. Начали отказываться те, кто получил их ранее, это военные и волонтеры. «Я возвращаю вашу сраную бижутерию вам, если вы не уважаете настоящую человеческую жертвенность». «Я хочу отказаться от награды из-за действий, которые кажутся мне отвратительными. Отобрать награду у храброго человека, ветерана войны Виктора Пилипенко, только из-за того, что он открытый гей». «Я тоже отказываюсь от своей награды. Ваши античеловеческие взгляды мне противны, а ваша погремушка, которую вы раздаете, а потом отбираете, ничего не стоит». Мы обратились в Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата за комментарием, и вот что нам ответили на наш запрос. «Церковь благодарит всех наших защитников за то, что они защищают нашу свободу и территориальную целостность. Виктор прямо и открыто заявил, что он атеист, отрицает бытие Бога и активно пропагандирует и практикует греховный образ жизни. Насмешка и отречение от всего сакрального для христианина несовместима с церковной наградой. Отметим, что нам известно о нескольких людях, изъявивших желание отдать церкви ранее полученную награду. Однако нам также поступают письма и слова поддержки от военных и общественных деятелей за высказанную позицию церкви по поводу «Содомского греха и его пропаганды в обществе». Отмечу, что Виктор Пилипенко действительно не раз высказывался на своих страницах в социальных сетях не в пользу церкви, в первую очередь из-за ее отношения к правам ЛГБТ-людей. Мы пытались взять комментарии и у самого Виктора, но пока с ним нет связи. В одном из своих последних постов он написал, далее цитирую, «Мою награду аннулировали из-за того, что я гей». Конец цитаты. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о том, что лидеры ЕС обсуждали возможность отправки военных в Украину. На это отреагировали во многих странах-членах ЕС и НАТО. В Великобритании, Германии и многие другие заявили о том, что они не планируют этого делать. Отреагировали на это и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в случае, если европейские страны отправят военных в Украину, придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО. В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оцениваем. И также должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран. Об отправке войск в Украину лидеры ЕС говорили, на неформальном саммите в Париже. Но, как видим, эту идею отвергли. Там же на саммите страны Евросоюза договорились создать коалицию по предоставлению Украине бомб и оружия. Больше подробностей о встрече в Париже расскажет наш европейский корреспондент Елена Абрамович. Этот саммит президент Эммануэль Макрон созвал всего за неделю. Сказал, что нужно срочно согласовать новый план действий, чтобы не позволить России победить в Украине. Да и самим подготовиться к возможному нападению Путина на европейские страны. Через несколько лет. Что может быть в новом плане, сообщил словацкий премьер Роберт Фитца по дороге в Париж. Сказал, что ряд стран-членов НАТО и Евросоюза рассматривают возможность отправить свои войска в Украину на двусторонней основе. И сразу же заверил, Словакия не готова к такому шагу. Премьер-министр Чехии на вопрос журналистов ответил, что у его страны тоже нет таких планов. Но вот Эммануэль Макрон, общаясь с журналистами ночью после саммита, подтвердил, введение войск обсуждалось и эта опция не исключена. Все обсуждалось свободно и прямо. Сегодня не было достигнуто консенсуса относительно отправки войск официальным, предполагаемым и одобренным способом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Ранее генсек НАТО неоднократно исключал возможность введения войск стран Альянса в Украину. Настаивал, что это будет означать начало глобальной войны. Но вот Макрон напомнил, что за два года многие страны кардинально меняли свою позицию. Сначала обещали только спальные мешки и шлемы, а потом предоставляли танки и самолеты. Настоял, что поражение России имеет важное значение для безопасности и стабильности Европы. А еще предположил, что соглашение об обеспечении безопасности границы с Белоруссией и разминировании, возможно, уже потребует размещение некоторых войск в Украине. Но главная тема этого саммита, по словам Макрона, стала помощь Украине оружием. Лидеры договорились создать коалицию по предоставлению Украине бомб и ракет средней и большой дальности. А еще сфокусировались на краткосрочных нуждах в боеприпасах. Президент Украины Владимир Зеленский как раз заявил, что Евросоюз предоставил всего 30% от обещанного миллиона снарядов. И вот нидерландский пример Марко Рюта, покидая Елисейский дворец, сказал, что достигли конкретных договоренностей в этом вопросе. Было понимание срочности, особенно в краткосрочной перспективе по боеприпасам и противовоздушной обороне, особенно по боеприпасам. Существует замечательная чешская инициатива, которая закупает по всему миру боеприпасы и снаряды для Украины. И Нидерланды решили сегодня вечером объявить о своем вкладе и предложили 100 миллионов долларов на эту инициативу. И другие страны последуют примеру. На вопрос о введении войск Рюта ответил, что это не было главным фокусом этих переговоров. В то же время Роберт Фитца, уходя, подтвердил, что дискуссии имели место. Были страны, которые готовы отправлять войска, но также и были те, кто сказал «никогда». Ну а польский президент Аджей Дуда назвал дискуссии по теме ввода войск наиболее горящими на этом саммите. Хотя и признал, что в целом эта тема не вызвала энтузиазма среди партнеров. Утром на новости из Парижа отреагировали и в штаб-квартире НАТО, и Евросоюза. Агентсек НАТО Йенс Солтенберг, который недавно в интервью «Настоящему времени» допустил использование самолетов F-16 для бомбардировок России, позицию по поводу разворачивания войск НАТО на территории Украины не поменял. Сказал в комментарии агентству Associated Press, что у Альянса нет никаких таких планов. Нет такого решения и на уровне Евросоюза, сказали на брифинге в Еврокомиссии. Тоже повторили и в Вашингтоне. Отдельно расставили точки над «и» также немецкий канцлер и министр обороны Германии. Вчера в Париже мы договорились, что все должны делать больше для Украины. Ей нужны оружие, боеприпасы и противовоздушная оборона. Мы работаем над этим. Ясно одно – наземных войск из европейских стран или НАТО не будет. Это касается и нас. Позвольте мне начать с заявления президента Франции Макрона. Я только что сказал, что наземные войска – это не вариант для Федеративной Республики Германия. Это не может быть вариантом и не будет вариантом. Чтобы прояснить ситуацию, я не рассматриваю это как шаг к эскалации. Я рассматриваю это как пищу для размышлений со стороны президента Макрона. Но, очевидно, вчера никто не подхватил это. По крайней мере, это то, что мне известно. Публично не поддержали идею также Польша, Испания и еще новый член НАТО – Швеция. В Кремле, тем временем, сам факт таких обсуждений назвали важным новым элементом. И сказали, что появление военных НАТО на территории Украины неизбежно приведет к прямому конфликту Альянса с Россией. Елена Абрамович, Марк Гайдук. В настоящее время – Брюссель. Обсудим эту тему. К нам присоединяется Роберт Шель, старший эксперт Центра восточных исследований, бывший польский дипломат и представитель НАТО в России. Здравствуйте. Здравствуйте. Роберт, генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг сегодня заявил, что Альянс не планирует посылать своих военных в Украину. Значит ли это, что в вопросе отправки военных НАТО в Украину действительно поставлена точка? Или, как вам кажется, все-таки теневые переговоры ведутся? Нет, значит, генсек НАТО, знаете, знает, о чем говорит, если говорит в имени НАТО. Нет, конечно, таких намерений. Этот вопрос был, знаете, если помните, наверное, 22-й год, да, говорилось, например, о введении такой зоны, ну, хранителя над какой-то частью воздушного пространства в Украине и какие-то другие разные, скажем так, творческие идеи были. Но на сегодня это, вы сказали в вашем репортаже правильно, что очень много страны сказали прямо, что нет таких планов, тоже Белый дом США это сказал. И мне сложно было себе представить, честно скажу, такую обстановку, в которой одна, две, не знаю, три страны, которые были бы за, например, таким водом своих войск, чтобы они это сделали без, как бы, коллективного решения в НАТО. А то есть они сами не могут, Роберт, прошу прощения, перебьет, они сами не могут отправить? Могут. Юридично могут, но Украина защищается, это там 51-я, 2-я статья, карты ООН, это право до самообороны, но это, знаете, но факты такие, что страны, которые являются членами НАТО, они с собой очень крупно связаны взаимодействиями, конечно, 5-ю статьей. Поэтому это вопрос серьезный. И на сегодня политика НАТО является такой, какой она является. Но то, что высказание, я как можно не согласиться с Вином Макроном в этом пункте, что это все на сегодня, что принесет будущее, кто-то знает. Пусть в Кремле думают, пусть они думают. Что касается конфликта, то, скажем откровенно, что Россия сама уже ушла на путь конфликта. Не только, очевидно, с Украиной, сначала этой варварской второй фазы войны, но тоже, но тоже нет дня, в которой не было каких-то угроз в направлении разных стран. Там, не знаю, медведи другие, ядерное оружие, все, мы вас уничтожим, вы вообще и так далее. Мы уже к этому привыкли, но правда такая Россия ведет и будет вести такой конфронтации, потому что на сегодня такая логика Кремля. Так же нас испугать конфронтации в смысле, что что-то новое получится, это сложно. Но с другой стороны, эта встреча в Париже, Бали, даже бы сказал, важнее, это было высказание, например, тоже президента Макрона, что Франция поддерживает ИГУ, чтобы покупать, например, боеприпасы за переделанную роль. Помните, еще 2-3 дня тому назад этого не было, Франция была против. И это показывает, и вообще эта война показывает, как часто, мы уже не раз говорили тоже с вами, что как эти красные, как говорится, черты, они были такие, а потом, благодаря разным действиям, включая Россию, конечно, прежде всего, они поменялись. И здесь, да, пусть Кремль думает, пусть понимает, что, например, учение, которое теперь идет, самое большое, с конца холодной войны, это все ответ на действия России, не только в связи с войной в Украине, но всеми этими угрозами, которые устраивают, устраивают такое прижение военных Москву и все это угрожения, которые в Москве каждый день просто бросают в направлении, скажем, страны и вообще самого НАТО, включая тоже гибридные атаки, которые никогда не устали. Почему НАТО, как вам кажется, точнее, я думаю, вы знаете, почему НАТО не хочет выступать коллективно и поддерживать Украину, ваше мнение? Нет, ну, это было не рассказано, и, конечно, в НАТО нет желания, чтобы вступать в прямый бой, понимаете? Есть полное решение, оно еще укрепилось в последние недели и месяцы, что, и снова повторю слова господина Макрона, это интересно, он так раньше не говорил, это говорят другие представители страны, это правильно, что мы сделаем все, чтобы Россия не может победить в этой войне, это благодаря помощи, без этой помощи сложно было Украине защищаться, это правда, несмотря на героизм и другие, конечно, отличные действия украинской армии, но эта помощь имеет очень много разных элементов, это проеприпасы, это система, это тренировка, например, будет только чтобы урешение, чтобы устроить новый центр, да, для тренировки, для обмена информацией и так далее, с украинскими нашими коллегами, он будет находиться в Польше при одном из натовских командировок. Также элементов поддержки, их очень много, есть другие вещи, которых, я думаю, страны не только НАТО, Европейского Союза и не только, может, за пределами, будут в полном серьезе теперь заниматься, это, например, вопрос, как можно использовать 30 миллиардов долларов активов, которые заморожены, российских активов, это очень серьезная вещь. Также мы думаем, а в Кремле пусть думают, а после, что за этим сделать, это все последствия их решений, а вступление в Швеции еще больше сделать положение России сложным. Это факт. Мы с вами говорили о том, что некоторые страны все-таки в частном порядке могут послать своих военных в Украину. Как вам кажется, какие это могут быть страны? Потому что, честно говоря, сегодня заместитель министра обороны Польши сказал, что у его страны нет проекта или идеи отправки своих военных в Украину, но ведь Польша — это самый большой сосед Украины, ну, не считая Россию, конечно, но со стороны Евросоюза, и у них одна граница у Польши и Украины. Варшава или страны Балтии ведь опасаются, что Россия может на них опасть. Почему тогда Польша не готова поддержать Украину в этом плане? Ну, потому что есть разница между, еще раз, нужно это повторить. Это можно сказать, но несчастье, так скажем откровенно, несчастье Украины, что, к сожалению, Украина не стала членом НАТО. Поэтому есть разница. Поэтому Швеция в Финляндии хотела вступить, да. Нет, знаете, но последствия вступления вообще НАТО в войну были очень-очень серьезные, да, которые сложно себе представить. На сегодня, короче говоря, такого нет. И сложно будет делать спекуляции. Я уверен глубоко, что ни одна страна не пошлет большого контингента сухопытных войск. Но можно себе, теоретично, да, я теперь не чиновник, можно себе представить, даже гипотетически, что если будет, например, поставлена какая-то важная новая система, скажем, оружие, могут быть там какие-то специалисты, чтобы помочь с оборудованием средневекового категория. Теоретично можно это представить. Но на сегодня, снова, я пока не вижу, но, может, если будем говорить в течение нескольких недель, это тоже поменяется. Но, снова, даже если, можно по-другому сказать, даже если в каких-то странах, в каких-то столицах идет более серьезное какое-то размышление, как бы можно более так уже активно, включая какой там, ну, есть какие-то, скажем, эксперты, связанные там, не знаю, с медицинскими помощью и так далее. Можно себе представить какие-то новые формы, но то на сегодня не будут эти страны об этом публично разговаривать по логичным причинам, связанные с безопасностью и так далее. А это, снова, это связано с динамикой этой войны. Мы знаем, какие приоритеты самые главные, если говорим про квалификтивную оборону. Вот это учение, которое началось несколько недель и теперь уже в таком большом смысле идет в Польше и в других странах, 90 тысяч солдатов, знаете, корабли, самолеты и так далее. Это серьезный показ того, что могло бы сделать НАТО, если кому-то в голову бы что-то глупое пришло на Крым. И так могу ответить, не могу отвечать за, знаете, разные страны, потому что это была чистая спекуляция. Но это все для умных людей понятно, чего нужно было бы России опасаться. И поэтому такие высказания, я думаю, что когда-то будет выступать Путин 29-го, наверное, услышим много разных странных высказаний, потому что, ну, да. Россия давно уже не понимает, как все это работает, но динамика поддержки, она будет идти вверх, а не вниз. Роберт, спасибо вам большое, что этим вечером нашли время, вышли к нам в эфир. Это был Роберт Пшель, старший эксперт Центра восточных исследований, бывший польский дипломат и бывший представитель НАТО в России. Благодарю вас. Спасибо вам большое. Суд в Москве приговорил правозащитника Олега Орлова к двум с половиной годам колонии. Его обвинили в повторной дискредитации российской армии и взяли под стражу в зале суда. Орлову 70 лет, он сопредседатель правозащитного общества «Мемориал». За процессом следил наш корреспондент Тимофей Рожанский. Ну что, приговор показал, что моя статья была точна и верна. Правозащитник Олег Орлов получил приговор буквально за пост в Фейсбуке. Им хотелось фашизма, а они его получили. Это заголовок текста, написанного Орловым для французского издания, перевод которого на русский правозащитник выложил на своей странице в Фейсбуке. Суд сначала приговорил его к 150 тысячам рублей штрафа, это примерно полторы тысячи долларов, но прокуратуре этого оказалось недостаточно. И вот Головинский суд Москвы назначил два года и шесть месяцев, добавив в дело мотив идеологической вражды и ненависти. Из зала суда Орлова провожали аплодисментами. Орлов мог по-другому решить эту ситуацию, но он хотел пройти этот путь. Он считал это своим долгом. Он считал своим долгом здесь и отсюда говорить правду власти, потому что кроме нас ее некому показать. Я уверен, что Олег с честью, как и всегда, выдержит трудности испытания, выпавшие на его долю. И я уверен, что он будет освобожден. Олег Орлов написал, что кровавая война, развязанная Путиным, это не только убийство украинцев и уничтожение Украины, но и тяжелейший удар по будущему России. В суде Орлов не очень активно участвовал в своей защите, сказав, что дискредитировать вооруженные силы можно только когда они поддерживают интересы своей страны. Мог ли Олег Орлов не писать этого текста? Вот что говорит его соратник по мемориалу Александр Черкасов. Да мог бы, конечно. Но он просто по-другому устроен. Он человек, который всегда идет против ветра. Он еще при советской власти, после ввода войск в Афганистан, клеил листовки против этого. Мог ли он ее не публиковать? Наверное, не мог. Олег Орлов так устроен. Он человек слова и человек чести. И, видимо, именно поэтому, именно из-за этого, он сегодня переместился со скамьи подсудимых в клетку и дальше за решетку. В суде Олег Орлов сказал, что хотел отказаться от последнего слова, потому что судебный процесс по его делу начался в день гибели Алексея Навального. Но все-таки решил высказаться. Сказал, если год назад статья о фашистском и тоталитарном режиме в России, за которую его осудили некоторым его знакомым, казалось сгущением красок, то теперь уже всем очевидно, что он нисколько не преувеличивал. Еще до оглашения приговора Олег Орлов был внесен в список иностранных агентов. А правозащитный центр «Мемориал», сопредседателем которого был Орлов, российские власти ликвидировали. Олег Орлов занимался правозащитой еще до развала Советского Союза во время войны в Чечне. Содействовал обмену пленами и все годы не боялся выступать с публичной критикой российских властей. В Москве полиция приходит домой к участникам акции памяти Алексея Навального. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Правозащитникам известно как минимум о четырех таких случаях за последние дни. Сегодня утром в отделение полиции увезли троих жителей Москвы и накануне вечером еще одного. Все четверо были задержаны после гибели Навального за возложение цветов к стене скорби. Им вручают предостережение или составляют протоколы о нарушении правил участия в митингах. Да, практика такого давления, она довольно распространена и она связана не столько с возложением цветов памяти Алексея Навального, а скорее связана с профилактикой, которая происходит перед выборами постоянно. Перед выборами крупными акциями, гусаршными праздниками всегда действует внутренний приказ ОВД о проведении профилактической работы по отношению к людям, которые уже задерживались на акции протеста. Точнее лица проходили через процедуру распознания в местах проведения публичных акций. Люди, которые писали посты и привлекались к административной ответственности. Ну, то есть все, кто, если так обобщить, с точки зрения государства инакомыслящие. Кого можно было бы попривлекать за это? Сейчас весь личный состав полиции нацелен и настроен на то, чтобы работать сверхурочно, работать на акциях протеста. Ну, их приказ, в их приказах это называется обеспечение общественного порядка. Как только личный состав будет освобождаться, так сразу появятся заочно составленные административные протоколы, материалы переданные без уведомления привлекаемого лица в суд и так далее. Я бы даже сказала, что у всех есть риск привлечения, и к этому надо быть готовыми по умолчанию. Ну, то есть есть самые простые инструкции, которые мы, например, даем, которые можно почитать у нас на сайте, позвонить нам на горячую линию, получить какой-то базовый, ну, такой стартер-пак для задержанного. И просто подготовиться хотя бы для того, чтобы потом не оказаться в неприятной ситуации в отделе. С момента, когда стало известно о гибели Алексея Навального в колонии на Ямале, люди в России и за рубежом несут цветы к мемориалам в честь жертв политических репрессий в своих городах. Российские силовики на акциях памяти Навального только за первые три дня задержали 400 человек. Ну и сразу несколько американских и европейских газет подтвердили информацию о том, что перед смертью Алексея Навального в колонии на Ямале шли переговоры о его обмене. По данным газеты Financial Times, из России должны были освободить Алексея Навального, а также двоих американских граждан. Это журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и осужденный за шпионаж в России бывший американский морпех Пол Уиллан. Взамен Германия должна была выдать России офицера ФСБ Вадима Красикова. Он осужден пожизненно за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Немецкие СМИ, ссылаясь на источники в западных правительственных кругах, утверждают, что переговоры о таком обмене между Москвой и Берлином продвинулись далеко. Но после смерти Навального интерес Берлина к сделке сильно снизился, уточняют Financial Times. Собеседник газеты говорит, цитата, «У них больше нет кандидатур на обмен, которые бы сделали освобождение подосланного государством убийцы оправданным». То, что освобождение именно Навального было условием Германии для обмена Красикова, подтверждают источники газеты New York Times среди американских чиновников. США действительно добивались освобождения Гершковича и Уиллана. Об этом заявили в Госдепартаменте США. Но они стали комментировать, на кого их могли обменять. И был ли обмен Алексея Навального частью обсуждаемой сделки. В начале декабря мы действительно сделали предложение, чтобы добиться освобождения Пола Уиллана и Эвана Гершковича. Но я не буду комментировать внутренние переговоры или нашу работу по освобождению людей, удерживаемых за границей. Как я говорил, мы давно призывали к освобождению Алексея Навального. Но были ли какие-то переговоры с немцами? Я не буду комментировать наши переговоры с какими-либо дипломатическими партнерами о наших попытках освободить незаконно задержанных граждан США или других лиц, удерживаемых по всему миру. Но вы это не опровергаете. Я это не опровергал, но и не подтверждал. Я отказался как-либо комментировать. Сегодня пользователи интернета в России вновь столкнулись с крупным сбоем, который затронул популярные сайты и приложения. Сначала у многих не открывался Телеграм, а затем проблемы возникли у ВКонтакте, Ютуб, Ватсап и Вайбер. По данным источника Forbes, причина сбоя может быть связана с работой технических средств противодействия угрозам Роскомнадзора. Это оборудование власти ранее обязали установить всех провайдеров. По словам издания РБК, после сегодняшнего сбоя у пользователей интернета в России стали без VPN открываться ранее заблокированные сервисы, такие как Инстаграм и Твиттер. Предыдущий масштабный сбой в работе Рунета произошел 30 января. Тогда у многих пользователей не открывались сайты с доменами РУ и РФ. Эксперты объяснили это, связали это все с экспериментами по созданию российского национального сервиса доменных имен. Обсудим тему. К нам присоединяется Михаил Климарев, глава Общества защиты интернета. Здравствуйте. Добрый вечер. Михаил, а с чем вы лично связываете вот этот масштабный сбой в России? Ну, вы почему-то так все сказали, вот, и именно так и произошло. Опять же, я не участвую в каких совещаниях Роскомнадзора, я понятия не имею, что там в головах творится. Но вот то, что мы видели, это действительно технические средства противодействия угрозам, как они их называют, ИСПУ. На самом деле это оборудование глубокой проверки пакетов DPI. И что оно делает? Каждый проходящий через это оборудование пакет, оно проверяет и принимает по нему решение блокировать его. Ну, что с ним делать? Блокировать его или не блокировать, или отправлять дальше. И вот это оборудование, видимо, сломалось. Почему оно сломалось, я не знаю, могу только предположить. Вот. И для того, чтобы интернет начал работать, им пришлось отключить ТСПУ, и включилось так называемый байпас, это еще одно устройство, которое начинает пропускать трафик, как бы мимо вот этих устройств, в случае, если, ну, сломалось вот это самое ТСПУ. Именно поэтому, вы там сказали тоже об этом, именно поэтому у россиян стал доступен, доступны те ресурсы, которые ранее были заблокированы. Я думаю, что сейчас это поправят, исправят, все это вернут назад. Вот, конечно, блокировки будут продолжаться, но именно вот так и будет выглядеть блокировка Ютуба, все ждут блокировки Ютуба, когда, ну, просто в России перестанет работать не только Ютуб, но и многие другие сервисы. Ну, тут такая интересная ситуация. Опять-таки, если верить данным ТАСС, который сообщает, что основные сбои были зафиксированы в европейской части России в основном. Это 34% приходится на Москву, 15% на Санкт-Петербург, по 4% на Московскую и Самарскую области. Ну, и также тут затронут был Краснодарский край. Во-первых, не знаю, так ли это, знаете ли вы что-то об этом, а во-вторых, если это правда, почему так локально, есть ли этому объяснение? У нас есть специальная служба, служба технической продержки на связи. Ее можно легко найти в Телеграме, вот, прямо пишите на связи, и там есть Телеграм-канал, и есть бот. И вот в этот бот у нас пользователи присылают иногда о том, что у них не работает. Вот, и в этом боте мы видели, что, ну, не только в центральной части России, в том числе и в Владивостоке это было, и в других регионах, на Урале. Вот, но это коснулось прежде всего крупных операторов связи, тех самых, кстати, где и установлены вот эти ТСПУ. Более маленькие провайдеры, они, как правило, ТСПУ не используют, они используют ТСПУ вышестоящего оператора связи. Вот, в основном затронуло Ростелеком. Вот, все, кто сидели на Ростелекоме, вот, у них сейчас, кстати, праздник, у них, да, там, блокировки как раз удалены. Вот, у других операторов такой проблемы не было, видимо, испытывали не на всех операторах, а вот только на каких-то конкретных. А этот сбой был только в России, потому что, честно говоря, мне не попадалась информация, правда-ки, правда, это все-таки было в большей степени на пропагандистских СМИ, что перебои были якобы зафиксированы, в том числе в США и странах ЕС. Да, были зафиксированы, но, опять-таки, как работает вот эта, да, система оповещения, возможно, кто-то не смог написать, например, российскому контакту ничего. То есть, как работают эти системы обнаружения сбоев? Пользователи жалуются о том, что этот сервис начинает что-то плохо работать. Вполне возможно, что пожаловались пользователи, которые находятся в России, например, в Твиттере написали. Вот, и, ну, собственно, вот эти все системы это увидели. Возможно, кто-то пытался написать в России, у них не получилось, они тоже сделали жалобу такую. Поэтому вполне допускаю, что было видно и как такой, как глобальный сбой, но он не был таким ярко выраженным, как обычно, когда у сервиса падают как бы совсем, там сотни тысяч буквально этих комментариев о том, что что-то не работает. В данном случае я наблюдал там около сотни, около двух сотен, наверное, было сообщение за все про все. Поэтому говорить о том, что он глобальный, наверное, нельзя. Но то, что Россия как бы встроена в глобальное сообщество, это совершенно однозначно. И вот мы видели, и вот это вот как бы, да, это тоже коснулось и мирового сообщества в том числе. Видел в комментариях в интернете такую мысль, что в случае с Россией это может быть подготовкой к похоронам Навального. Власти якобы так готовятся, чтобы никто не передавал информацию. Вы допускаете, что так может быть? Ну, мы уже трижды, по крайней мере, видели за последние полгода, что российские власти в любой непонятной ситуации начинают отключать мессенджеры. Это было в Дагестане во время еврейских погромов, это было в Уфе, в Башкирии, когда там тоже были массовые протесты, это было в Якутии. И каждый раз у них действия примерно одинаковые. То есть три раза это буквально уже какая-то система, видимо, сложившаяся. И да, в случае каких-то вещей они просто отключают мессенджеры. Вполне возможно, пытались это сделать. Правда, не было же никаких массовых мероприятий, по-моему, сегодня, днем. Может быть, они действительно пытались проверить, как это все работает на масштабах всей страны. Но, опять же, это не связано с реальными событиями. То есть допустить это можно, что в день похорон такие блокировки могут быть, а тут еще и выборы грядут, где тоже, может быть, сейчас тестируют эту систему. Скорее всего, да. Там единственное препятствие то, что вообще выключить интернет в России сейчас. Во-первых, напомню, что там же этот ДЭК планируется, дистанционное электронное голосование, которое тоже будет через интернет. Поэтому вряд ли они будут отключать интернет совсем. Но они очень хотят, я думаю, очень захотят именно повлиять как-то на людей в том, чтобы они там между собой перестали общаться. Поэтому у меня есть там несколько советов. Вот все, кто смотрит вот эту трансляцию, просто задумывайтесь о том, умеете ли вы обходить блокировки. Не знаю, поставьте себе VPN, и не один лучше, а несколько VPN, потому что один заблокирует, другой останется. Ну, в качестве такой самой рекламы, да, могу сказать тоже наш проект, это VPN-генератор. Опять же, можно просто набрать в Телеграме VPN-ген, вот буквально шесть букв. Вы найдете канал, и там боты получить на друзей, на знакомых легко получить такую целую бригаду, свой собственный VPN, который очень трудно заблокировать. А на случай, если вы хотите связаться с родными и близкими, поставьте какой-то другой мессенджер, который Роскомнадзору неизвестен. Например, тоже есть такой проект, он называется New Note. Загуглите, не загуглите, поищите в приложениях, в магазинах приложений, на Android, на Apple, на iOS, они доступны в магазинах, поставьте, установите себя, там можно использовать в качестве идентификатора электронную почту на Gmail, и вы получите доступ такой, который, по крайней мере, будет значительно тяжелее заблокировать Роскомнадзору. Поставьте себе, родственникам, само собой, потому что если вы себе поставите, вам трудно будет прощаться. Я рекомендую разобраться со всем, как это работает. Опять же, на этом сервисе на связи есть целый гайд о том, как действовать в условиях отключения интернета, о том, как действовать в условиях блокировок, массовых блокировок. Поизучайте это вещи, я думаю, что не повредит, и в ближайший месяц буквально нас ожидают, даже если не на время этих электоральных мероприятий, а после них, скорее всего, они очень захотят заблокировать, что-то заблокировать, что-то пойдет не так, что-то сломается, поэтому к этому нужно быть готовым, почитайте, поизучайте, что вообще происходит, это важно. Михаил, спасибо вам большое и за советы, и за ваш анализ о сегодняшней ситуации. Михаил Климарев, глава общества защиты интернета, благодарю вас. Суд в Петербурге отправил в СИЗО 18-летнюю активистку Дарью Козыреву. Против нее возбудили дело за стихи украинского поэта Тараса Шевченко. Все, что она сделала, это лишь наклеило его стихи на памятник, посвященный поэту. Произошло это 24 февраля, в годовщину российского вторжения в Украину. Девушка выбрала такой фрагмент, зачитаю вам его на русском языке в переводе Александра Твардовского. «Схороните и вставайте, цепи разорвите, злой вражескую кровью, волю окропите». И вот это в России посчитали повторной дискредитацией российской армии. Вот как сегодня проходил процесс по избранию мер меропересечения. «Кодательство старшего следоватства МВД России по Петербурганскому району Хакимовой удовлетворить избирать подозреваемых козерей Дарьи Александровны 7 апреля 2005 года рождения меропресечения и заключения под стражу на срок месяца, то есть 125 апреля 2024 года. Мы попросили народного артиста Украины, бывшего министра культуры, главу Шевченковского комитета, а ныне еще и солдата ВСУ Евгения Нещука прочитать специально для программы «Вечер» стихотворение «Завещание» на украинском языке. «Як умру, то поховайте меня на могиле, серед степу широкого на вкраине милі, чтоб лани широкополі і Дніпро, і Кручі було видно, було чути, як криве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, от тоді я, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а доти і я не знаю Бога. Оховайте та вставайте, кайдани порвіти, і вражую злою кров'ю волю окропіти. І мене в сем'ї великій, в сем'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим, тихим словом». Тарас Шевченко Вже після записи артист висказав слова підтримки 18-летній активістки Дар'ї Козирєва, і ось що він сказав. Дар'я, яка зробила неймовірно мужній крок, такий якийсь і чин, так, вона піддається великому ризику. Я, ну, знаєте, обережно, але зі всією душею тільки можу подякувати їй і побажати їй сил здоров'я і того, щоби з нею нічого не трапилося. Це дуже важливо. Але вона написала саме ті слова, в яких є оця сила незнащенності, стійкості і обов'язкової нашої майбутньої перемоги. Поховайте та вставайте, кайдани порвіти і вражою злою кров'ю волю окропіти. Ну, це те, що зараз роблять десятки, сотні тисяч героїв, які боронять українську державу, волонтерів, мирних мешканців, які піддаються, піддаються, власне, такому великому ризику для життя. Тому, очевидно, це великий сенс, це те, що нас не просто тримає, а веде нас по життю. В Екатеринбурге воєнний суд відправив на два роки в колонію піарщика Ярослава Ширшикова, який першим відповідав про пропаджу журналиста Гершковичу. Повідом для приговору стал його пост о смерти зетблогера, який воював в Україні владлена Татарського. В нём Ширшиков называє Татарського, цитирую, отморозком і говорить, що не сожалеє о його гибели. Напомню, Татарський був убит 2 апреля прошлого року. Російське следствие квалифіціровало взрыв в кафе, де выступив, собственно, татарський, як теракт. І публикацію Ширшикова суд щёл оправданням терроризма. Першик в ході заседання признал себя виновним. Його адвокат при этом считає, що вина не доказана і обіщає обжалувати приговор. После начала российського вторження Ширшиков занял антивоенну позицію. Он сопровождав Левана Гершковича во время його поїздки в Екатеринбург і первым сообщил об исчезновении журналиста газеты Wall Street Journal. Напомню, Гершкович приехав на Урал для подготовки статьи от ЧВК «Вагнер». Там американского журналиста задержали. Уже почти год Гершкович сидит в СИЗО Лефортова по обвинению в шпионаже. Вину он не признаёт, а власти США считают обвинение надуманным і добиваються обмена. Суд в Москве заочно арестовал оппозиционера Дмитрия Гудкова. Его обвиняют в распространении фейков про российскую армию. О возбуждении дела стало известно в октябре прошлого года. Поводом стал видеоралик к чему привела война Путина в Украине. Его политик записал вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. Теперь российская армия открыто терроризирует непокорное население. Продолжает обстрелы городов, целисть в жилые дома и вокзалы. В Буче, Ирпине, Бородянке российские солдаты оставили горы трупов. Профессиональная армия такими методами действовать не может. По версии следствия в этом видео содержатся ложные сведения о массовых убийствах мирных граждан в Буче, Ирпине и Бородянке. Напомню, Россия отрицает, что это ее армия совершила военные преступления в этих городах. По статье о фейках про армию Гудкову в России грозит до 15 лет лишения свободы. Политик покинул страну еще в 2021 году. Ну и на этом все. Программа «Вечер» доступна на сайте currenttime.tv в мобильном приложении «Настоящее время». Также мы транслируем эфир в Фейсбуке и Ютубе. Если смотрите нас там, то ставьте лайк. В первую очередь, конечно, в Ютубе, там более безопасно. И также оставайтесь на телеканале «Настоящее время». А я с вами прощаюсь. Вот сейчас идут танки. Один идет, второй, третий. Они довольно быстро добрались до Херсона и Каховки. Очень сложно показать кадрами, потому что все ужасы, вот весь этот тихий террор, он происходит в подвалах. ТИХИЙ ТЕРРОР ТИХИЙ ТЕРРОР